здравствуйте с вами программа крупным планом и я ее ведущий александр абрамов сегодня мы поговорим о китайцах и китайском языке и если вы подумали что эта тема далека от нас то спешу вас разубедить в 1980 году был проведен эксперимент который назывался китайская комната задача эксперимента было проверить сможет ли никто совершенно не владеющий китайским языком выдать себя за носителя этого языка для этого настоящему китайцу и притворщику разрешили общаться только записками хитрость была в том что притворщику дали карточки с иероглифами и инструкцию как из них составить предложение получил вопрос возьми карточку а и карточку б и просто отдай их обратно все при этом он абсолютно не понимал ни вопрос не собственный ответ в общественной жизни мы тоже нередко встречаем таких жителей китайских комнат пытающихся показаться своими там где это очевидно не так недавно харьковчане заметили на своих улицах билборды нового харьковского политика сергея притулы однако в его инструкции иероглифов до обидного мало иероглиф жить иероглиф тут и несколько местоимений по вкусу предложение я буду тут жить и я тут живу сергей уже писал в киеве для первой столицы он оставил незамысловатое нам тут жить вопрос кому это нам естественно остается открытым маловероятно что сергей планирует переехать в харьков и уже успел проникнуться проблемами нашего города скорее всего в своей китайской комнате он просто подыскивает правильные заготовки чтобы хоть как-то отпечататься в харьковском политическом поле харьковчане невольно стали участниками этого эксперимента только в отличие от обманутого китайца мы знаем о подвохе а это значит что банальные вопросы о количестве линий метро и районов города легко сведут на нет всю имитрию притулы какой из этой ситуации вывод он простой имитировать общение не зная языка но имея под рукой инструкцию вполне реально принимать решение не зная сути проблем нет всего вам доброго